Кубок Южной Америки завершился скандалом. Мало того, что Аргентину, по мнению Месси, засудили в четвертьфинале с Бразилией, так и в поединке за третье место форвард был удален. Сколько было вообще удалений на Кубке Южной Америки? С учетом нашего матча, 6. Для Лионеля это стала вторая красная карточка в карьере. Напомню, что в 2005 году, в дебютном матче за сборную, он досрочно покинул поле, на котором провел всего лишь 3 минуты. По моему скромному мнению, орбитер должен был удалить только зачинщика потасовки чилийца Меделя из турецкого Бешекташа. Команды остались в меньшинстве на 37-й минуте, однако до этого Аргентине удалось забить дважды, а Гуэра и Дебала принесли победу и пятый в истории бронзовой медали бело-голубым. Но счет сухим не был. Одноклубник удаленного Месси, Артура Видаль, во втором тайме счет размочил, а игроком матча признан форвард Ювентуса Пауло Дебала. Лионель, и это совершенно понятно, отказался получать награду, он даже не присутствовал на церемонии вручения, что вызвало большой скандал в руководстве Конми Бол. Давайте обновим в памяти их последние встречи. Имеется в виду Аргентина и Чили. В 2017 коллективы провели в группе отбора к чемпионату мира поединок, который закончился в пользу Альби Селесты. Единственный гол на счету Месси. Эти сборные сыграли между собой 97 матчей. 66 побед было у Аргентины и всего лишь 6 у Чили. 25 раз были зафиксированы ничьи. Итак, команда Месси. По итогам турнира занимает третье место. 3 победы, ничья и 2 поражения. Чили прерывается в выигрышную серию из двух турниров подряд. Команда стала четвертой. Прежде чем обсудить финальный поединок, посмотрим сетку плей-офф. Вылетевшие в четвертьфинале Парагвай, Венесуэла, Колумбия и Уругвай занимают следующие 4 места. На пятом месте здесь Колумбия. 3 победы и 1 поражение. На шестом месте расположился Уругвай, который добыл 2 победы. Один раз с Японией скатал ничью и уступил Перу. Венесуэла также сыграла 4 поединка. В ее активе 1 победа над Боливией, 2 ничьи и поражение. У Парагвая, который вошел в число 8 лучших, 2 ничьи, 2 фиаско. Побед у них не было. В нашем списке самые нижние места занимают команды, которые не пробились в плей-офф, то есть не вышли из группы. Эти 4 сборные провели на турнире, соответственно, по 3 игры. Приглашенная Япония занимает 9 место. 0 побед, 2 ничьи и поражение. Боливия стала 12-й, самой последней. 3 фиаско, 0 очков. А вот Катар и Эквадор показали одинаковый результат. 0 выигрышей, 1 ничья и 2 проигрыша. Их рассудила разница мячей. У Катара минус 3, а у Эквадора минус 5. 2 забитых, 7 пропущенных. Как вы знаете, Япония и Эквадор выступали в самой несчастливой группе, из которой не вышло сразу 2 команды. Итак, финал. Кто? Хозяйка Бразилии или никогда не проигрывающая в финалах Коп Америка сборная Перу? Да, друзья, эти сборные уже пересекались на этом турнире, ведь они выступали в одной группе, где пентакампионы вынесли предков инков 5-0. Друзья, смотрите, какая получается патовая ситуация на турнире. На Кубке осталось сыграть всего лишь одну игру, а в списке лучших бомбардиров лучшего бомбардира до сих пор нет. 14 футболистов имеют по 2 мяча. И вот в финальной игре Эвертон из бразильского Гремио и также Пауло Геррера из бразильского Интернационаля забивают по третьему мячу. Не успели перуанцы сравнять счет, отыграться, как Жезус из Манчестера Сити, который дал голевую передачу в первом голе, выводит хозяев вперед. В середине второй половины наш герой Жезус, который уже имел одну желтую карточку, получает второе предупреждение. На Кубке это уже седьмое удаление, а для Перу отличный шанс. Но они им не воспользовались. В концовке матча орбитр ставит второй пенальти в игре. Ричард Лиссон из Эвертона ставит точку. Сборная Бразилии становится победителем Кубка Южной Америки в девятый раз. Как вы считаете, заслуженно ли? Что примечательно, коллектив Тите последний раз терпел поражение ровно год назад. 6 июля бразильцы были биты в России, Бельгии 2-1. Команда Бразилии занимает на турнире первую строчку, 5 побед и ничья. Перу впервые в истории выигрывает серебро. До этого у них было 2 золота и в то время как бронза у них целый вагон, 8 медалей. Итак, за турнир они добились 3 побед, ничьи и 2 поражений. Эвертон и Гаррера заколотили по 3 мяча. У Фермина и чилийца Арангиса по 3 голевые передачи. Следующий турнир через год. В следующих выпусках мы с вами будем обозревать Кубок Африки и последний матч в Северной Америке. А вот прошлый обзор на нашем канале был посвящен результатам ФНЛ. Ставьте лайк, если информация была вам полезна и подписывайтесь. Услышимся!